Коронавирус поставил нас в условия, в которых все меняется каждый час. Закрывают границы страны, отменяются рейсы, люди переходят на удаленную работу и учебу. Кто-то боится заразиться сам, кто-то потерять близких. Ученые-психологи Казанского федерального университета проводят исследования, чтобы выяснить, как люди справляются со сложившейся нестандартной ситуацией, какие способы идей используют для того, чтобы сохранять спокойствие. Суеверность и вера в разные паранормальные явления, в том числе религиозная вера, интересует многих исследователей сейчас. И я со своими коллегами исследуем уже с точки зрения ресурса преодоления разных трудно-жизненных ситуаций, в том числе, в которых все вместе оказались. Ситуации самоизоляции, угрозы распространения опасного коронавируса. Данный проект проводится в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Мы выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований. Мы предполагаем, что разные суеверные убеждения и ритуалы помогают людям, во-первых, уменьшать интенсивность неприятных всяких эмоций, таких как тревога, например, раздражение. И помогает находить опору в ситуации, где человек не может ничего контролировать. Этот контроль ограничен. Ученые опробируют авторский опросник суеверности на различных группах населения и проверят, насколько соотносятся его результаты с результатами других исследовательских методик. Сейчас начали мы исследования в одной из социальных сетей, проводим опрос. У нас уже есть данные по поводу уровня суеверности у студентов, например, разных российских вузов и разных регионов, которые они проявляли до того, как эта ситуация пандемии коронавируса возникла. Мы теперь хотим сравнить, изменился ли уровень суеверности и связана ли суеверность с какими-нибудь характеристиками отношения к ситуации сложившейся. В результате исследования учеными будет дано определение суеверности как психического феномена и определено ее место в структуре психической деятельности индивида. Ильвира Зорина, Универньюс. Универньюс.